Приветствую вас, Алина. Те темы, которые затрагиваются вами в вашем тексте, на мой взгляд, являются следующими. Первая тема – это тема травмы. Тема травмы, тема обиды, тема боли, которые прямо-таки кричат из вашего текста, и не проводят их эмоции, не проводят их, может быть, элементов злости, агрессии и так далее. Вот. Это очень ярко чувствуется, что у вас кипит вот эта вот обида, кипит какая-то невыскоренность, и мне кажется, что вследствие этого вы пытаетесь как будто бы наказать мужчину, значит, вот тем, что... не даете ему того, что он хочет. Это словно говоря, раньше у него была ласт над вами, теперь у вас ласт над ним. Вот. Мне кажется, что это очень деструктивная история, когда два человека, особенно если у этих двух людей еще есть ребенок, вот, вызывается тем, что пытаются, значит, удержать власть, скажем так. Вот. Поэтому, на мой взгляд, то, что вы делаете – это, такой вот, знаете, совершенно тупиковый путь, вот, куда выйдете. И мне кажется, что ключевым моментом является все-таки именно, вот, помощь вам в проживание боли, проживание обиды. Вот это первое. Я думаю, что у вас этого, как мне кажется, достаточно много, ну, присутствует, вот, суть по тексту. Вот. То есть много где вы себя зажимали, много где вы себя подавляли, сейчас вот это, условно говоря, человеку аукается, да? Вот. Это первое. А, второе. А, по поводу абжечься. А, по поводу абжечься, а, здесь, как мне кажется, а, очень важен элемент баверия. То есть, а, что это значит? Это значит, что вы, почему вот манипуляция, а, возможно, была со стороны молодого человека к вам, да, и почему вас, а, вот, сейчас, там, словно говоря, так волнует то, что ваши родители против брака, вот. Потому что вы себя сами чувствуете, как мне кажется, весна неустойчиво. И на саму себя вам положиться крайне тяжело, крайне трудно, может быть даже невозможно. И, как мне кажется, задача заключается в том, чтобы не устраивать отношения такие, где вы могли бы условно довериться, условно построить семью и условно опереться. Вот. Понимаете? Мне кажется, что гораздо перспективнее, гораздо эффективнее выстраивать отношения, где вы можете и хотите полагаться на себя. Где вы устраиваете отношения, опираясь на себя, где вы, как бы, ну, устраиваете отношения, исходя из своих ресурсов, исходя из своих возможностей, исходя из того, что, в общем и целом, является вашим. Вот. Только вашим. А сейчас, на данный момент, вы боитесь, потому что это звучит так. Так. Вот. Я на него сейчас опять положусь, да? Я попробую на него, там, опереться, грубо говоря. Да. А он мне опять, там, предаст, или, там, опять начнёт, там, не знаю, что-то делать. Ну, вот. Такой, вот, негативный. Да? Вот. И получается, что, получается, что у вас тревога. Чуть ли не постоянная тревога. Вот. А это ведь очень сильно выматывает, как мне, как мне кажется. Поэтому, задача, это же в том, что вам устраивает такие отношения, где бы вы не попадали без зависимости от другого человека. Задача, как мне кажется, заключается в том, чтобы вы устраивали такие отношения, где бы вы сами были бы самостоятельным элементом этих отношений. Где бы вы сами были с собой, где бы вы могли быть собой. Вот это, мне кажется, важно. И тогда никаких обжиганий больше у вас, словно говоря, не будет. Потому что обжечь вам просто будет не обо что. Вам не обо что будет обжигаться. Ведь вы будете выстраивать отношения, опираясь на себя. Понимаете? Вот. Для этого нужна работа. Ваша самооценка, уверенность в себе, страхами, самодостаточностью, но вот и немеценностью. В которых, как мне кажется, у вас, ну, не так, чтобы много. Вот. То есть мне кажется, что не так, чтобы у вас этого в избытке было. Вот. Могу, конечно, я ошибаться. Могу, конечно, я быть не прав здесь. Но вот пока выглядит так, что вы довольно-таки, я бы сказал, ну, знаете, такой тревожный, тревожный человек. Вот. И хотите какой-то вот гарантию. Вот. Наконец, еще один важный момент, заключается в том, что речь высидет в какой-то степени упрощения человека. И вполне может так сложиться, что вам его не захочется прощать. Вполне может так быть, что вы не захотите его прощать. Вполне такое может быть. И мне кажется, что ваша задача заключается в том, чтобы понять, вы готовы простить человека или нет. Для этого нужно поработать с этой болью, чтобы понять, можете ли вы его простить или нет. А вы никогда этого не знаете. Потому что понятно, что родители у вас вот они такие достаточно категоричные. Ну, в принципе, это вполне ожиданно. Многие родители, я бы сказал, достаточно, ну, там такие категоричные. Вот. С этим, эм, ну, мало, что можно, можно поделать. Вот. Но, тем не менее, тем, тем не менее, страна жито, жито вам. И мне кажется, что вы хотели бы, ну, быть счастливой. Вот. А чтобы быть счастливой, ну, нет. Как бы брать ответственность на себя за свою жизнь. Иногда идти. Иногда, иногда и рисковать. Иногда и делать что-то, что может показаться странным, неправильным. Вот. Неоднозначным. Вот. Неоднозначным. И так далее. Вот из вариантов здесь, в принципе, предостаточно. Вопрос заключается в том, я повторюсь, да, что вы хотите. Как бы, ну, вот, какой-то гарантии, если вы хотите, то или нет. Потому что, ну, как будет с мужчиной, да, в принципе, негде. То есть, может быть, он, там, действительно изменился и, может быть, он, он, ну, действительно, хочет вот всего, всего того, о чём вы, ну, о чём он говорит. А, может быть, может быть и нет. Вот. И вы этого не узнаете, пока не вступите с ним в отношения. Пока не покажете ему, что, что вы себя, грубо говоря, оооо, цените. Вот. Что вы себя, уважаете. Вот. Что вы знаете все на себе. И так далее. Вот. Поэтому, эээ, ваш вопрос, вот, я понимаю. Эээ, вы выдаёте из, эээ, тревоги. Вот. Я понимаю. Но, как бы, лучше, мне кажется, научиться, научиться, ээ, взаимодействовать с, э, своей, такой вот, тревожностью. Лучше научиться полагаться на себя, ну, вот, чем от, эээ, другого человека ждать, что он подарит вам какую-то надёжность. Вот. Может быть подарит. Может быть нет. А вам как жить? Эээ, кроме того, ребенку нужен ответ, и, эээ, то, что сделал, эээ, ваш, ээээ, ну, молодой человек. В смысле, я бросил пить, курить и прочее. Ну, это как минимум, да, достойно уважения. Вот. А его, эээ, склонность к, эээ, условной манипуляции, да, эээ, возможно только потому, что вы не очень уверены в себя. Вот. Но, если этот аспект, эээ, проработать, то, эээ, здесь тоже будет всё замечательно, и манипулировать вами он, эээ, повторюсь, не сможет никак. Вот. Ну, для этого нужны ваши усилия, ваше желание над собой работать. Вот. А после вы спрашиваете сейчас, говоря о том, эээ, ну, вот, значит, вы спрашиваете, стоит ли попробовать, эээ, с ним, с ним построить. Так это вы на нас пытаетесь, эээ, ответственность перебросить. Вот. Понимаете? То есть, эээ, это так не работает. Это вам решать. Эээ, ну, условно говоря, стоит или нет. И, чтобы решить, как раз таки, чтобы решить этот вопрос, вам и нужна психотерапия, чтобы разобраться в себе, понять, чего вы хотите, и продвигать эти идеи вперёд. Продвигать эти идеи настолько, насколько нужно вам, эээ, вот, а других людей, в том числе и своих родителей, эээ, просто ставить перед фактом относительно того, что, вот, я решил там, эээ, не знаю, сделать то-то, 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 ну, к примеру, к примеру, да. Вот, не обязательно, кстати, с, эээ, с вашим молодым человеком бывшим, вот, но, тем не менее, решили сделать то-то, 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 все. Вот. Знаете, какая штука. Поэтому, никто ведь не запрещает вам, эээ, точнее, ничего страшного не будет, если вы, например, эээ, допустим, немножко, вот, научившись, эээ, там, личной границей, да, немножко повысил уверенность в себе, начнёте выдвигать определённые требования к молодому человеку. Что, там, допустим, там, я там хочу вот так-то, 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 но только в разумных пределах, конечно, вот, не стало другой крайностью, вот. И всё, и всё, и это вполне может подслужить, эээ, новым, эээ, новым началом, эээ, вот, новым началом, эээ, ваших, эээ, ну, ваших, эээ, отношений, вот. Так что, эээ, примерно так, я думаю, эээ, можно вам ответить на вопрос, который вы задаёт. Я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вы дадите обратный, обратный связь на мой ответ, это позволит вам начать, эээ, свою работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.